Да, мы сегодня продолжаем, наверное, 10-я уже наша, собственно, встреча по мастер-классам. Сегодня вот у нас Анатолий Казакевич, он вот здесь уже, видите, в окошечке, где есть. Всем добрый день. Да, Толь, поздоровай. И у нас еще один участник, Андрей Зуляков подойдет, наверное, позже. Андрей, если вы здесь, то включи. А, все, 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 вижу, вижу, вижу. Так, да, я вам сейчас тоже передам, да, так, чтобы у вас было соорганизатора. Вот, мы как сейчас движемся? Еще раз напомню, да, меня зовут Андрей Крылов. Мы движемся, я покажу сейчас несколько, собственно, слайдов, скажу там принципиальные моменты, что нас ждет дальше, да, вот после отбора. Ну, после, точнее, анкет, которые вы разместили, как мы будем делать дальше отбор по программе Оксератор. И передам слово Анатолия, а потом, соответственно, Андрею. Вот, давайте я сейчас свой экран включу. Да, вопросы можете писать, соответственно, в чат. Я их зачитаю, ну, или там голосом задавать коллегам. В принципе, вот такой у нас план. Так, сейчас я открою презентацию. Так, и мы с вами, да, если какие-то вопросы, коллеги, ну, собственно, сейчас, вот, может быть, еще одну минуточку подождем. Собственно, задавайте их. Я пока закрою все лишнее. Вот, у нас сейчас, кстати, командам сообщаю, определились уже координаторы, которые будут с вами работать от региона, от департамента инвестиционного развития. Собственно, вот Юлия Никифорова на в отпуске, но обещала тоже подключиться и, может быть, ответить на ваши вопросы непосредственно, если они появятся. Вот, пишите. Она сказала, что во второй части в большей степени подойдет, ну, сегодняшние наши темы. Где-то мы планируем в районе полутора часов примерно. Сейчас я свою презентацию. Я думаю, что все, кто сейчас отключу за ожидание, чтобы у нас, собственно, заходили свободно участники. Я открою свою презентацию. Напишите плюсик, если вы меня слышите, видите. Слышите, да, хорошо. Поставьте плюсик в чат. Вот. Чат нашего зума. Вот сейчас должна видна быть презентация. Все, вижу плюсики. Собственно, коротко по ней пробегусь еще раз. У нас с вами, ну, вот, оксираторы. Вот цель, собственно, создания проектов, развития территорий туристических в центре, который предприниматель. Вот. У нас с вами сейчас заканчивается, да, непосредственно вот первая часть образовательная. Но всю неделю мы еще будем с вами. Ну, вот вы видите то, что у нас сейчас третья неделя идет. Вот, собственно, в первой неделе у нас были с вами все выступающие, кто здесь обозначен. Все видео, они есть в плейлисте соответствующем. Да, они выложены в группе развития территорий. Вот. У нас были с вами... Был вторая неделя, вот, которая только закончилась. Собственно, на ней были вот эти мастер-классы. Прошли. Вы заполнили проектные формы, заявки в акселератор. И, собственно, отбор будет... Ну, вот Юлия Никифорова обещала, что будет произведен финально 6 апреля. Я сейчас про 6 апреля тоже немножко скажу. И у нас с вами на этой неделе вот, собственно, мастер-класс. Вот здесь Анатолий Казакович и Андрей Суликов присутствуют. Вот, как вы видите, вот еще какие у нас ожидаются мастер-классы. Обратите внимание, что первое мы в 16 будем делать. Не в 15, как обычно, а в 16 часов. Коллеги выступающие попросили. Вот так будем работать. Ну, это я все вам скинул в чаты. Вы это расписание видите. Вот. Есть постановление, собственно, или как правильно назвать, собственно, письмо официально, на основании которого вот мы, собственно, глава. Оно будет разослано по их участию как руководители проектов. И, собственно, мы вас ждем в связи с этим 6 числа. Вот сейчас немножко про это скажу. 6 апреля в 15 часов в Москве мы ждем ваши короткие выступления в формате двух минут. Фактически то, что вы делали, только очень кратко. В формате двух минут ваше выступление плюс вопросы. Есть рекомендации по слайдам. Вот, собственно, я их здесь привожу. Две минуты выступления, две минуты вопроса. Но, опять же, до двух минут, если короче, то лучше. Мы при этом будем записать отметки, чтобы туда писать рекомендации. Собственно, главы муниципалитетов администрации являются руководителем проектов. И мы тоже очень приветствуем. В официальном письме это было, чтобы они присутствовали. Вот заглавный слайд с названием проекта, с фамилией докладчика выступающего, хэштегом, да, желательно, и каким-то, ну, характерным фото для проекта. Потом, соответственно, цель проекта, целевая аудитория, ваша проектная идея, анализ ресурсов. Анализ ресурсов не вообще, что есть в муниципалитете, а именно в контексте этого проекта. И, как помните, наш приоритет, что в центре есть предприниматель. Вот. И, соответственно, первые там три шага к реализации проекта и список команды с общей фотографией, да. Роли в команде обязательны. Естественно, вы указываете предпринимателя тоже, если он у вас есть. Я говорю, что приоритет номер один – это предпринимательский проект. По сути, наверное, вот основное я сказал. Сейчас я посмотрю, ничего у меня больше нет. Ну, да. Да, пожалуй, все. Это вот про ваш туристический потенциал. Это, собственно, может быть, Юлия попозже прокомментирует. Вот. То есть еще раз. На этой неделе у нас идут мастер-классы. Расписание у вас в чате Телеграма. Мы оперативно его корректируем, если есть необходимость. Вот сейчас у нас два мастер-класса. И шестого вот ВКС. 15 часов я к вам. Мы с теми, кто войдет в очный оксератор, встретимся уже 8-9. Да, в четверг-пятницу мы с вами работаем в Смоленске. Вот, собственно, основное. Теперь тогда передаю слово Анатолию Казакевичу. Несколько слов, может быть, Толь скажу тоже. Я был действительно в тех парках, о которых Анатолий будет рассказывать. Причем не по одному разу. Вот. Был в Иркутске. Анатолий меня приглашал, показывал. Это действительно работает. И на днях Анатолий презентовал это президенту. Это в пятницу было, Толь? Да, это было в пятницу мероприятие. Да, в пятницу, да. Собственно, это тоже приглашали Анатолия в Госдуме. Он выступал с этим проектом. Это хорошие практики. Вот. Анатолий об этом расскажет, задавит вопросы, все контакты. Ты презентацию и контакты отдашь, да? Да, конечно. Пожалуйста. Вот. Коллеги, прошу. Толь, включай презентацию. Да. Ну, давайте я вкратце представлюсь. Анатолий Казакевич, город Иркутск, предприниматель. Всю жизнь занимаюсь предпринимательской деятельностью. Меня слышно хорошо? Да, да, да. Я сейчас звук. Коллеги, да. Коллеги, если кто не выступает, у меня просьба большая выключать микрофон, чтобы нам взаимно не тратить время на шумы. Так вот. Собственно, я уверен, что, обращаясь к муниципалитетам, что подобные проекты могут реализовывать только предприниматели в рамках административной структуры. Создавать какие-либо рекреационные проекты, проекты развития территории, на самом деле, достаточно сложно. Но понятно, что здесь важнейшая роль есть и у муниципалитетов, и у предпринимателей, и у общественности. Несколько проектов у нас уже запущено. В частности, два парка построены, они давно уже в операционном плюсе работают. И четыре проекта сейчас находятся в стадии реализации. В пятницу действительно у нас состоялась уникальная встреча. И мне, безусловно, удалось обсудить это направление, скажем так, с Владимиром Владимировичем в рамках заседания автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Я стал победителем конкурса «Мастера гостеприимства». И, собственно, определенных участников выбрали и дали возможность нам рассказать первому лицу. И самое что главное, эти инициативы были поддержаны однозначно. Первому лицу – это все, что делается в направлении развития территории, очень важно. Поэтому, я думаю, что методика будет актуальна. Времени немного. Перейду к экрану. Видно хорошо? Экран. Так, сейчас. Коллеги, видно? У меня просто два монитора разных. У вас чуть-чуть по-другому может быть. Напишите, поставьте плюсик в чат, если вы все видите. Да, видно, говорят. Да, спасибо. Видно, отлично. В общем, это методика, которая у нас выработалась из практики, скажем так. Мы начали заниматься сначала созданием одного парка, потом второго. Изначально всех ресурсов на реализацию обустройства парков не было. Мы начинали буквально каждый проект с нескольких миллионов рублей. То есть стартовый капитал каждого из таких проектов буквально от одного до пяти миллионов рублей. При этом масштаб уже реализованных проектов, грубо говоря, от 100 миллионов до миллиардов порядок цифр по общему объему инвестиций. И мы выработали практику, каким образом можно создавать рекреационные пространства в городах, в поселках за счет предпринимателей. Суть практики заключается в том, что мы, по сути, берем в аренду земельный участок. Под каждый проект мы создаем управляющую компанию и собираем партнеров с инвесторов. Мы их называем резидентами, которые каждый реализует свой объект на этой территории. При этом каждый инвестор, который заходит на территорию, мы предоставляем сети, предоставляем в субаренду земельный участок. Мы занимаемся согласованиями с муниципалитетом всех вопросов. Соответственно, перед муниципалитетом мы являемся одним субъектом, который несет ответственность за деятельность всего парка. Но при этом для малого бизнеса, как правило, это ИП, это ООО, это малый и микробизнес, для них, конечно, намного удобнее работать, взаимодействовать с коммерческой структурой. Мы являемся таким буфером неким, который обеспечивает связку между муниципалитетом и предпринимателями. При этом весь парк строится, к большому счету, за счет того, что все скинулись и создали общественное пространство. Выигрывают в этой схеме все. Муниципалитет, город получает без каких-либо существенных своих затрат обустроенную площадку. Бизнес получает земельный участок на простых условиях, где он может зарабатывать деньги. И при этом его вложения в благоустройство, они окупаются, безусловно. Потому что чем лучше благоустройство, тем выше трафик, а значит больше клиентов, а значит выше выручка и, соответственно, прибыль бизнеса. А жители города получают общественное пространство, где они могут отдыхать, и тем самым города и поселки становятся привлекательнее. Вот два первых проекта, реализованных. Первый – это спортпарк «Поляна». Находится он в Иркутске, на берегу Ангары. Начали мы им заниматься в 2012 году. К 2014 году мы оформили в долгосрочную аренду через механизм аукциона земельный участок. Он уже существовал, сформированный был 4,5 гектара. Выработали концепцию, мастер-план и с 2015 года начали его реализовывать. И второй проект – это обустройство части берега водохранилища, Иркутского водохранилища, парк «Набережная», «Солнечная дорога». Общая его площадь составляет 26 гектар. На сегодняшний день мы реализовали первую часть проекта примерно около 5 гектар. То есть, в принципе, цифры сопоставимые. Вложений на сегодняшний день в «Солнечном» осуществлено порядка 100 миллионов рублей. Ну а вся территория, изначально мы планировали порядка 700 миллионов рублей, но сейчас мы понимаем, что даже объем проектов увеличивается, и общий объем вложений будет существенно больше. Ну и, собственно, на фотографиях слева это изображены фрагменты этих парков. Ну вот по каждому пробегусь. Вкратце эти идеи, мне кажется, они актуальны для использования в любом из муниципалитетов, потому что это общие такие востребованные вещи. Вот на фотографии – это то место, где мы начали обустраивать парк. Фотография – это сделано, наверное, в первый или второй год реализации. Это весна, начало лета 2016 года, только-только мы начали все обустраивать. На сегодняшний день у нас порядка 15 объектов, основные они на экране перечислены. В основном это объекты связаны со спортом и с отдыхом. Но при этом сразу скажу, с точки зрения предпринимательской, скажем так, деятельности, спортивные объекты, они, конечно, имеют очень низкую рентабельность, но при этом они имеют большое социальное значение, являются икорями. Поэтому спорту мы придаем большое внимание. И, по сути, спортпарк, то, что у нас так получилось, что он парк спортивных развлечений, у нас достаточно много видов и отдыха, и спорта, собранных в одном месте. Это, конечно, дает очень мощный синергетический эффект. Вот на фотографиях одни из первых объектов, которые были у нас в парке, построены. Первым объектом был запущен спортивное направление – это вейкборд. Справа на фотографии была построена реверсивная лебедка, было построено футбольное поле, был построен банный комплекс. И эти объекты до сих пор востребованы, и каждый год они развиваются. А посещаемость территории у нас… Ну, вот эта слайда уже даже у нас, наверное, эта картина была год назад, порядка 3,5 тысячи человек посещала. Сейчас, в прошлые выходные у нас был праздник в связи с началом весны, и порядка 6 тысяч человек даже в весенний период парк посетило, хотя в день – это рекордные цифры, наверное. В летний период – это порядка 8 тысяч человек. Это то, сколько человек сейчас отдыхает. В основном, конечно, основная аудитория – это молодые семьи, это мамы, дети. Ну, и мы ориентируемся, в первую очередь, на семейный отдых. И проект дальше развивается. Мы понимаем, что вот сейчас в Поляне вложено, ну, порядка 130 миллионов на сегодняшний день, и общий инвестиционный план развития проекта – порядка 200-250 миллионов еще. То есть, соответственно, общий объем там порядка 350-400 миллионов составит. Я думаю, что это к концу этого, может быть, в середине следующего года. Но я обращаю внимание, что все это инвестиции достаточно большого количества людей. И суммарно в Поляне у нас, ну, сейчас порядка 12 резидентов, кто круглый год работает. А всего у нас составит более 50 отдельных предпринимателей. Соответственно, это достаточно устойчивая схема, потому что, если вдруг у кого-то одного какие-то проблемы в бизнесе случаются, то это не несет каких-то рисков, скажем так, для самого проекта. Это более устойчивая структура. И второй проект, он тоже находится на берегу Ангары, ну, Иркутского водохранилища. Был заброшенный берег, который, понятно, что у муниципалитета средства ограничены, которые муниципалитет может инвестировать в благоустройство. И мы взялись, также скинулись по большому счету и построили и объект инфраструктуры. Вот здесь видны павильоны. Это в основном общепит, ну, и также есть развлечения небольшие. Ну, в первую очередь, это общепит. На этой территории здесь находится бассейн, а это ресторан. И вот в этом же направлении мы продолжаем дальше работать, развивая проект и в левую, и в правую сторону. Ну, вот эта фотография, это было в процессе обустройства. Сейчас уже полуоустройство у нас на пару шагов вперед шагнуло. Ну, вот примерно вот так выглядит территория. А был это просто глиняный заброшенный берег. Вот как раз на экране можно видеть вот это фотографии, сделанные на площадке в 2016 году. Эта фотография сделана в 2017 году. Буквально мы начали обустройство в июне 2016 года. Параллельно шло проектирование. И осенью 2017 года мы первый этап благоустройства уже завершили. И площадка, по сути, уже начала работать. Но мы при этом не останавливаемся. И также схема самоорганизационная предусматривает затраты на содержание всей территории, улучшение благоустройства, в том числе капитальный ремонт за счет резидентов, которые ведут деятельность на территории. То есть возникает вопрос, предложение, давайте установим лавочки, давайте высадим дополнительные деревья. Мы это выносим на общее голосование. Решение принимается собственниками объектов, у которых есть права на субаренду земельных участков. Соответственно, каждый пропорционально скидывается, ну, по собственному, конечно, после согласования. Пропорции распределяются, исходя из площадей земельных участков, и появляются новые деревья, новое освещение и так далее. И мы, собственно, дальше стремимся, вот на экране также представлено, в каком направлении, скажем. Понятно, что сейчас инфраструктура, она пока еще вся не дотягивает до мирового уровня, но, в принципе, год за годом мы существенно развиваемся, и это дает результаты. Как вообще строится эта работа? Вот на собственном экране, сейчас на примере, я хотел бы показать очередность деятельности и методологию самого проектирования. Начинается это все с объекта, то есть определяется территория. После этого мы провели комплексный анализ территории. У нас отдельная группа, здесь наши партнеры, группа проектировщиков, с которыми много лет работаем, это градостроительная школа называется, которая проводит и социальные исследования комплексные, проводится исследование, все, что касается ландшафта, дендрологи, естественно, в этом участвуют, происходит анализ и с точки зрения обязательно и топосъемка, и правила землепользования, и градостроительный план города изучается. И на основе всего этого рождается концепция. Это самая идея проекта, но идея должна быть жизнеспособной с учетом всех факторов. Важнейший этап социологического исследования. Мы обязательно проводим опросы жителей, кто живет рядом. Мы в прошлом году взялись за проектирование следующей территории. Проект называется «Ангаропарк на 8 гектар». Даже с учетом условий пандемии в онлайне провели опрос жителей через интернет, через механизм Фейсбука, Инстаграма можно настраивать рекламу в интернете, которая показывается только людям, которые находятся в радиусе нескольких километров от этой точки, то есть самая целевая аудитория. К нам обратилось порядка 500 человек, заинтересованных в развитии этой территории. Из 500 человек порядка 150 человек оставили свои контакты, выразили готовность участвовать в развитии этого проекта. Кто-то готов деревья высаживать, кто-то готов мероприятия проводить, кто-то готов инвестициями принять участие, кто-то готов быть просто общественным таким, осуществлять функции общественного контроля и присматривать за нами, чтобы мы все правильно делали. Это тоже важная функция, безусловно. Это важный этап, он еще до концепции обязательно должен проводиться. После того, когда сформулирована концепция, она обязательно должна делаться профессиональной организацией, кто уже неоднократно делали и реализовывали проекты. Реализуется этап соучастного проектирования, по большому счету это открытое совместное обсуждение с жителями. После этого концепция может скорректироваться, и это нормально. И после того, когда у нас определена финальная идея, она перекладывается на план благоустройства территории и формируется схема расположения объектов. Исходя из концепции, тематики проекта, мы понимаем, какого рода объекты могут быть на этой территории, а какие объекты здесь неуместны. И, собственно, вот эта тематика, она и ложится в функции объектов на генеральном плане будущего парка. После этого реализовываются, уже оформляются документы, делается визуализация, согласовываются, естественно, все эти действия с муниципалитетом, и мы переходим к следующему важнейшему этапу реализации. Но вот это то, как мы делали. Если делать, я вижу возможности, как это можно делать более эффективно. Если бы до этого муниципалитет выделил бы внутри администрации финансирование, проработали бы на уровне всего муниципалитета, на каких участках целесообразнее создавать какие-либо рекреационные площадки, либо есть муниципалитет понимает, что есть вот эти территории для развития, они наиболее перспективны. Там есть сети, там есть трафик, там возможно вести какую-то деятельность. Проработали бы лоты изначально, самостоятельно, и на конкурсной основе поискали бы управляющие компании, которые смогли бы взяться за реализацию такого проекта. Я думаю, что для города, конечно, это было бы эффективнее, потому что мы вот этот изначальный этап проводили изначально самостоятельно. И для нас, конечно, это и затраты финансовые временные, и для города, конечно, когда город видит наиболее востребованные, скажем так, места, где нужно проводить работы, то для города это тоже было бы интересно. Следующий слайд. Как происходит работа с муниципалитетом, у нас, в частности, с городом Иркутском, и в чем заключается муниципально-частное партнерство? Безусловно, любое общественное пространство, любой проект развития территорий – это совместная однозначная работа, и все друг с другом должны регулярно синхронизироваться и согласовывать действия. Основные, собственно, роли и нас, и администрации. С нашей стороны мы формируем, по сути, всю проектную документацию, в том числе проекты концессионных соглашений, готовим предложения для администрации, и после согласования мы запускаем конкурсную, ну, администрация запускает конкурсную процедуру на выбор концессионера. Это открытая конкурсная процедура, в нее может заявиться кто угодно, это как раз то, о чем я говорил, но инициируем мы, если бы это администрация инициировала, конечно, это было бы лучше. И, собственно, по итогу конкурса уже определяется, кто и в каком объеме готов осуществить вложения в эту территорию и с кем по всем критериям объективным эффективнее заключать концессионные соглашения. На основе концессионного соглашения, концессионер, мы получаем возможность заключения договора аренды земельного участка долгосрочного без конкурсной процедуры, потому что сама конкурсная процедура проводится в рамках концессионного соглашения. И такой механизм намного лучше, чем прямой аукцион, потому что он более прозрачен для всех сторон. И для нас, как для инвесторов, это более такая надежная юридическая форма. И для администрации это прозрачность с точки зрения того, кто и что конкретно благоустроит на территории, создаться. Ну, это некая твердь уже, конкретный контракт, по большому счету, между управляющей компанией и муниципалитетом. Ну, по поводу всех бонусов, которые получают, с одной стороны, мы улучшаем всегда природную составляющую, потому что рекреация всегда связана с улучшением качества природной составляющей. Все люди хотят видеть чистую воду, много зелени, все, чтобы красиво было благоустроено, чтобы все было сохранено. Земельный участок обустраивается и развивается. От этого, соответственно, муниципалитет получает доход от аренды земельного участка плюс дополнительные налоговые поступления от развития экономики на этой территории. Ну, а жители получают возможность отдыха на этой территории. И, собственно, качество жизни для каждого условно улучшается. Вот на этом слайде, но я презентацию скину, сейчас не так много времени, на каждом пункте останавливаться не буду. Я думаю, что для вас, наверное, большинство вопросов они... Не, расскажи, расскажи подробнее, да, просто другого момента не будет. Презентацию, да, пришлем, но вот сейчас пока еще у тебя вполне минут 20 есть. Ну, хорошо. Тогда вот здесь, вот есть во всех этих процессах три самые главные роли. Роль управляющей компании. Ну, в нашем случае мы под каждый проект создаем отдельное ООО, которое, собственно, оформляет договор аренды земельного участка, и которое является инициатором для администрации. И для нас есть резидент. Резидент – это предприниматель, который ведет деятельность на территории. И есть третья важнейшая сторона – это администрация. Вот на следующем слайде об этом подробнее расскажу. Наша работа, по большому счету, по-другому тут не назовешь, заключается в следующем. Мы создаем концепцию, придумываем классную востребованную идею. И вот если говорить, почему вот это должны делать только предприниматели, а не администрация. Потому что у нас структура работы, да, и подходы, они разные. Все-таки предприниматели действительно умеют работать хорошо и профессионально, и с маркетингом. И точнее чувствуют рынок. А что такое рынок? Рынок – это жители, в данном случае, которые живут рядом. Но в конечном счете предприниматели чуть-чуть понимают, что нужно большинству людей для того, чтобы люди были больны на этой территории. Поэтому эта концепция обязательно идет от инициатора. Оформление аренды земельного участка. Из практики наша такая процедура занимает порядка двух лет. Но вот как раз мы сейчас в пятницу, у нас прошло важное мероприятие. Когда состоялась встреча с Владимиром Владимировичем, мы сейчас готовим предложение по улучшению процедур. И как звучала, собственно, просьба Владимира Владимировича, озвучить предложение по разбюрократизации многих вопросов. И, конечно, допустим, оформление земельного участка у нас от момента, когда пришли с запросом, до момента, когда оформлен договор. Это два года. Не когда подали первый документ, а когда реальная началась работа, когда человек пришел в администрацию, запросил аренду земельного участка. На мой взгляд, у нас, к сожалению, пока у исполнительных органов власти клиента ориентированности в адрес предпринимателей и жителей не существует. И ее нужно постепенно формировать. Тогда эти процессы пойдут быстрее. Потому что то, что делается, какие процедуры делаются в течение двух лет, физически они занимают зачастую несколько недель. Если мы сможем как-то совместно это проработать, чтобы это было быстрее, конечно, это будет намного лучше. Следом мы прорабатываем генпланы и архитектуру. И очень важно, когда уже реализовывается проект, соблюдение единой архитектурной концепции. Мы, по сути, когда уже изначально делается некий предварительный мастер-план, и когда мы проектируем каждый отдельный объект, а занимаемся мы этим уже после того, когда земельный участок в аренду предоставлен, конечно, генплан корректируется. Потому что, условно говоря, мы определили квадратик, здесь будет ресторан площадью 300 квадратных метров, а по факту он не 300, а 280 или имеет форму не квадратика, а какую-то другую, и стоит не тут, а чуть-чуть в другом месте. Потому что уже более детальная проработка дает уточнение. И обязательно вот эта вся работа с точки зрения проектирования и внешнего вида объектов, их месторасположений, функций, вот наша задача управляющей компании – это удерживать. Иначе будет кто в лес, кто под ровар. И мы этой работой постоянно занимаемся. Привлечение инвесторов – это отдельная наша большая работа, то есть это постоянно реклама, у нас есть отдел по работе с инвесторами. Это обычная коммерческая работа, формирование понятных, внятных инвестиционных предложений, привлекательных, так, чтобы мы стараемся выходить на доходность для инвесторов в среднем порядка 25% годовых. Мы понимаем, что если объект инвестора окупается за 3-4 года, это хорошо, если по плану 5-7 лет, то это уже не самый, наверное, привлекательный объект для инвестора. И малый бизнес стремится к таким цифрам. Многие вообще хотят, чтобы за год какие-то объекты небольшие отбивались, какие-то небольшие кафе, но это тоже возможно, и как показывает практика, это зависит от качества объектов. И вот этот пункт привлечения инвесторов, здесь наша задача не просто состав набрать кого и закрыть формально для галочки, набрать действительно профессионалов, провести определенный отбор и собрать лучших, кто каждый там, кто-то баню может суперскую сделать, кто-то может сделать суперское футбольное поле. И каждый раз, ну я, по крайней мере, принципа такого придерживаюсь, я ищу людей, кто прям фанат своего дела. Вот если человек болеет футболом, это вся его жизнь, то, соответственно, приглашаем в приоритете такие люди, чем просто человек, который хочет инвестировать в футбольное поле, он сам в этом не разбирается, ему кажется, что он сейчас быстро на этом заработает. Это касается любого дела, потому что если человек фанат своей темы, то он сделает более качественный объект, а следом, соответственно, у него будет выше посещаемость, выше окупаемость, и для всего парка возникает мощный эффект синергии. Вот, ну, следом, как я уже говорил, что управляющая компания, мы некий буфер между малым бизнесом и администрацией города, и, конечно, администрации тоже проще работать с одним субъектом, нежели сразу с 20 предпринимателями, кто ведет деятельность на этой территории. Строительство всего благоустройства, всех сетей, озеленение, малые архитектурные формы, освещение и прочее, это все, навигация, это все, естественно, на нас, как на управляющей компании. Но основной источник финансирования – это взносы резидентов, которые заходят на территорию, которые осуществляют вклады. Дальнейшее управление, все содержание территории, оно также находится на управляющей компании, и управление делается на два больших блока. Один вопрос – это ЖКХ, ну, здесь все стандартно, я думаю, всем понятно, это зимой снег, летом газоны, озеленение и прочее. И второй блок – это все, что связано с маркетингом, с проведением мероприятий, все, что связано с внешним видом, это постоянная ежедневная работа. И в каждом парке у нас есть небольшая управляющая компания, но мы стараемся штат не раздувать. По сути, в штате у нас в каждом проекте работает по 3-5 человек всего. А при этом рабочих мест суммарно, вот мы в двух парках уже сделали порядка 150-200 рабочих мест. Следующий пункт – контроль соблюдения экологических норм. Это и, с одной стороны, важно, если их не соблюдать, то территория через 10 лет будет просто неинтересна, она станет непригодна. А, с другой стороны, соблюдение экологических норм является жестким формальным требованием, которое мы обязаны соблюдать с точки зрения того, чтобы не нарушить ни в коем случае договор аренды земельного участка. И, соответственно, мы контролируем наших всех резидентов, чтобы все соответствовало экологическим нормам. Качество предоставляемых услуг мы также контролируем. Здесь работа, честно скажу, идет более объективная. Мы смотрим на отзывы, постоянно мониторим в Дубльгисе, в Гугле, в Яндексе отзывы клиентов. Соответственно, если есть какие-то нарекания, контролируем. Плюс сейчас мы выходим на такую же системную работу, надеюсь, в этом году получится. Строим индекс качества каждых объектов на основе уже более массовых таких опросов и формируем внутренний рейтинг лучших, соответственно, чтобы лучшие получали какие-то преференции, в том числе финансовые от нас к управляющей компании. Тот, кто предоставляет самые качественные услуги и максимально поддерживать и стимулировать. И при этом сами мы не являемся владельцами объектов в парках. То есть наша задача, по сути, модератора. Мы модераторы развития этой территории. А резидент, кто ведет уже бизнес, он получает на основе договора субарендой либо договора совместной деятельности, существует форма для небольших совсем объектов. Получает земельный участок, перечисляет деньги на расчетный счет, которые идут на благоустройство. Принимает участие в управлении территорией через участие в собраниях. Мы раз в квартал собираемся со всеми резидентами. Каждый, если у кого есть идеи какие-то, выносит предложения. За столом обсудили, проголосовали, протоколом зафиксировали. Это решение большинства. И на основе этого дальше, собственно, вся территория управляется. Так делаем же квартально. Строительство объекта. Как правило, объекты строят люди самостоятельно. Потому что, если говорить про отдых, есть очень много специфики. В волейболе, футболе, вейке и в прочих вещах, в веревочном парке. В каждом из этих видов деятельности огромное количество специфики. И нам заниматься управлением и даже строить объекты, 15 разноплановых объектов, ну просто невозможно, как одной управляющей компанией. А каждому отдельному предпринимателю, профессионалу в своем деле, это делать возможно. Ну и управляет, соответственно, отвечает за прибыль по каждому объекту, резидент самостоятельно. Вот. Государство в этой схеме является партнером. И вот на экране как раз здание правительства Харкутской области. Государство предоставляет земельный участок. Ведем текущие согласования. В идеале нам, конечно, хотелось бы льготных подключений к сетям, пока мы такой формы не достигли. Но надеемся, хотя бы по вопросу технических условий. И то, что у нас уже есть, мы эту практику отработали. Совместно осуществляется благоустройство территории, прилегающих к земельному участку. Через программу, в первую очередь, комфортная городская среда. Получается, что внутри земельного участка благоустройство ведем мы самостоятельно, на прилегающих. Мы стараемся совместно с муниципалитетом проводить эту работу. И, ну, то есть наши элементы благоустройства стык-стык идут. И при этом стараемся все делать силами одних и тех же проектировщиков, чтобы сама концепция территории, она оставалась в голове одной команды и реализовывалась уже в благоустройстве. Ну и, конечно, все взаимодействие с жителями мы, в первую очередь, ведем совместно с администрацией, через администрацию даже. Вот. Есть ряд принципов, которым мы следуем. Во-первых, каждый проект внутри территории, он должен дополнять общую идею и усиливать ее. И стараемся придерживаться такого принципа, чтобы каждый новый объект в парке, он не оттягивал трафик, существующий от соседей, а создавал новый трафик и был объектом притяжения. Следующий однозначный вывод. Одно качество напрямую влияет на окупаемость. Чем качественнее делаются объекты, тем больше очередь клиентов и тем быстрее окупаемость. Самый лучший, конечно, любой объект – это тот, у которого есть хоть небольшая, но постоянная очередь клиентов. Третий принцип – все это горизонтальная структура предпринимателей, это невертикальная структура, где решения принимаются сообща. Обязательно также соответствие всем принципам устойчивого развития. Ну, я о них уже говорил. Ну, и каждый объект является главным делом предпринимателя. Ну, это, наверное, самые главные принципы, на которых мы фокусируемся и другим советам. Ну, дальше тут уже подробности, деталей. Я думаю, по времени сейчас не так много. Может быть, на вопросах остановимся? Да, основные вопросы я озвучил. Ты перешлешь презентацию, да? Да, да, конечно. Я могу ее прямо сейчас как технически. Давай кидай, я тоже в чат кину. Либо в чат? В чат нормально это будет? Давай, да, в чат сюда кидай. Хорошо. В зум. Вопросы. Вот первое. Да, управляющая компания «Парк» имеет прибыль? Да, конечно. Это коммерческая организация. Прибыль, на самом деле, не очень большая. Все зависит от баланса инвестиций, которые получатся на старте. То есть, какой объем инвестиций, благоустройств, проектную документацию делается за счет управляющей компании, какой за счет привлеченных средств. Но, конечно, мы прибыль получаем. Основная прибыль управляющей компании – это дельта между арендой и субарендой земельного участка. Это основной источник прибыли. Потому что на содержании мы тоже не зарабатываем. Все затраты по содержанию, они не имеют строки прибыль. Но большая часть затрат, вся, собственно, по содержанию парков, они находятся у резидентов. И второй вопрос. Можно ли попросить пакет документов по концессии? – Ну, давайте, если лично, вот я сейчас, коллеги, давайте оставлю свой телефон. Ну, единственное, что прошу лучше писать, чем звонить, потому что график плотный. – Ну, плюс Анатолий сейчас в Иркутске находится. Вот он в пятницу был в Москве, я так понимаю, да, а сейчас уже снова в Иркутске. – Ничего страшного, что в Иркутске, но у меня еще до 10, у нас уже скоро 9 вечера, да, но у меня до 10 вечера был Иркутску плотный график. Напишите адресно, пожалуйста, кому требуется. И, ну, мне нужно хотя бы понять, кому, да, и, ну, обсудим, скорее всего, да, конечно, смогу. Ну, просто это внутренний уже документ, я публично всему не смогу, к сожалению, выслать. А презентацию я выслал. И также я сейчас вышлю презентацию, в целом у нас уже группа проектов сформировалась. Если кому-то интересно, поподробнее с нами познакомиться. Небольшую презентацию, коротенькую, у нас тоже вышлю сейчас. – Да, давай, кидай. Коллеги, еще, пожалуйста, какие-то вопросы. – Вопросы, да, задавайте. Вот, я, да, вам тоже в Telegram ее перешлю, но, в принципе, можете сейчас сами скачать. Вот, это все контакты есть. Давайте еще, да, минуточку подождем. А, ну вот, да, вот вторая презентация тоже пролетела. И важно, конечно, вот я так понимаю, что многие здесь сейчас присутствуют с муниципалитетов. Нам бывает, задают вопросы, допустим, какой-то поселок небольшой, можем ли мы сделать то же самое. Это все жизнеспособно в случае, если есть рынок. То есть, если бы в Иркутске не было бы населения, которое готово приходить в кафе, либо на спортивные объекты и пользоваться этими услугами, то это бы все не жизнеспособно было. Либо могут быть рынок. Трафик, трафик непосредственно покупательных способностей, населения. Да, вот если есть трафик. Да, но есть претенденты, когда трафик можно и создавать. Притом большинство территорий, вот, допустим, парк Поляна, это была заброшенная территория, заброшенная абсолютно пустырь. На самом этом пустыре трафика ноль. Но в Иркутске живет 600 тысяч человек, а в Иркутской области 2 миллиона 400 тысяч человек. И за счет именно создания интересных объектов сейчас на этой территории есть трафик. То же самое можно создавать и для туристов. Если в вашем поселении есть какие-то уникальные вещи, или вы понимаете, что по логистике возможность довести сюда трупоток, и через эту же схему, соответственно, создать объекты, ориентированные на туристов, то это тоже жизнеспособно. Но я считаю, что обязательно объекты должны быть ориентированы и на приезжих гостей, и на тех, кто проживает. Потому что у въездного туризма всегда есть сезонность. Вопрос еще один от Татьяны Жуковой. С концепциями проектов можно ознакомиться? Ну да, конечно. В смысле, вам какого рода? Татьяна, вы можете на связь выйти? Она задает вопросы с Фейсбука, но она нас сейчас слышит. Я знаю Татьяну лично, это Кемеровская область. А вот, тогда... Да, ну конечно, но... Можете спросить у меня, либо найти у меня в Фейсбуке Анатолий Казакевич, ему задать этот вопрос. Ну, нет, я могу просто как? То есть выслать примеры концепции просто, то, что уже делали? Хочешь, высылай мне, я перешлю Татьяне, да. Хорошо. Я тогда, Татьяна, вышлю Андрею. Да, хорошо. Вот, коллеги, так, есть ли у нас еще вопросы? Вот две презентации, сейчас можно скачать, я уже это, собственно, сделал. Ну, перешлю вам в чатик Телеграма. Если вот вопросов больше нет, то вот только... Слушай, а вот у меня такой маленький вопрос к тебе. Вот я был у тебя, да, последний раз, это почти 102 года назад был, да? Май, май, да, 2019 года. Май 2019 года, да. Был зимой еще, по-моему, в январе 2019, ну, последний раз, да. И вот что с тех пор изменилось? Как вы вообще пережили, вот, пережили? Нормально. Ну, во-первых, глобально, с точки зрения туризма у нас в регионе, у нас на Байкале иностранный поток заменился внутренним туризмом. И, то есть, по сути, если так простыми словами говорить, Китай заменился на Москву. И мы этому рады. Мы этому очень рады, потому что намного приятнее, конечно, организовывать туристические услуги для наших граждан. И средний чек существенно выше, и деньги все в стране остаются, там, в сравнении с иностранными. А кто-то говорит, мы сейчас выключим. Он как правильно вызывает. Да, вот, то есть, в принципе, нормально, а сейчас как, ощущается подъем? С точки зрения турпотока нормально, весну, так как весной все было закрыто, нас это выпало на межсезонье в парках, традиционно, с середины марта до майских праздников, вот, когда у нас самые жесткие карантинные меры были, это все равно было в межсезонье. И у нас к этому времени были запланированы работы по благоустройству. В парке практически не было людей, а у нас проблема есть такая, что люди в парке есть, работать и вести благоустройство очень сложно. Вот, и мы как раз в это время были работы по благоустройству, плюс, ну, я лично работал на удаленке, мы всей командой занимались вопросами проектирования, в основном таких вопросов, то, что делать можно без проблем. И, в принципе, за прошлый год у нас появился ряд новых объектов. Ну, допустим, в парке Поляна у нас в прошлом году с такого знака у нас колесо обозрения построили, там асфальт дополнительно было. А вот еще такой вопрос, я помню, ну, вот в 19-м году, когда, ну, предыдущему губернатору презентовали, собственно, по-моему, 7 или сколько-то, все-таки какие-то проекты запустились, какие-то нет, по факту, да? Вот все-таки твой, ну, как бы урок в чем? Кроме трафика, кроме трафика. Вопрос, во-первых, административных моментов, да, допустим, у нас один из проектов был в Бурятии, в Тункинской долине. Тункинская долина, да? Да, к большому сожалению, в связи с проблемами в регламентах, да, до сих пор в Тункинской долине администрация ни национального парка, ни, собственно, администрация Тункинского района не могут нам предоставить и кому-либо другому земельный участок на каких-либо условиях из-за противоречий в законодательстве, в первую очередь, в отношении ОПТ, раз. Проект в Ангарске у нас Острог, да, он изначально у нас, ну, Острог, он движется, да, у нас первые объекты уже построены, работы ведут по благоустройству, в принципе, за год достаточно много сделано, и буквально где-то месяц назад парк начал оказывать первые услуги уже для гостей, то есть там уже регулярно идут, но пока в основном на жителей города Ангарска, и больше он выстраивается, мы его изначально планировали как туристический проект, все-таки больше приоритет будет ориентация проекта на жителей города Ангарска. Потом проект «Солнечная набережная», один из проектов мы разработали идею создать набережную на понтонах с общей площадью строений порядка 3000 квадратных метров помещений, вот здесь мы за это время оформили водопользование, согласовали вопросы инженерных подключений, в том числе выведения на понтоны водоснабжения и водоотведения, да, канализации, это важнейший вопрос. Мы разработали проект, сейчас переходим к рабочей документации, у нас сейчас, кстати, рабочая уже документация, и я очень надеюсь, что к концу года начнутся уже реальные работы на участке. По большинству проектов движется, один из пяти проектов у нас был Еловское водохранилище, у нас, к сожалению, команда развалилась и не получилась, но в итоге там через часть этой команды решили самостоятельно проект реализовывать, и многие вопросы по благоустройству тоже там уже двинулись, то есть уже там чисто благоустройство сделано. По каждому проекту работа идет, но где-то быстрее, где-то медленно. Ну, понял, понял, Толь, спасибо большое, очень интересно, чтобы действительно отслеживать этот проект, и вот в чем действительно то запускается, что ли, нет. Вот, тогда с коллегами, да, еще раз все поделимся, ждем концепцию. Спасибо тебе, знаю, что пора тебе бежать. Да. Счастливо. Все, спасибо большое. Вот, да, Андрей, пожалуйста, вам слово. Вот, Андрей Суликов, вот, ну тогда... Приветствую, да, слышно ли? Да, да, слышно, видно, все хорошо. Отлично. Прекрепляю демонстрацию. Так, видна ли презентация? Андрей, видна ли презентация? Так, сейчас, секундочку, у меня, говорю, открою. Ну, коллеги, напишите плюсик, если все видно. Так, да, да, видна, видна, все хорошо. Ну, тогда два слова, кто такой. Андрей Суликов. До недавнего времени предприниматель занимался созданием путеводителей по всем регионам Российской Федерации, но, собственно, они были сделаны, включая, конечно, и Смоленовская область, одна из первых зашла в проект TopTripTip. А в августе месяце прошлого года был приглашен возглавить направление цифровой туризм на платформе «Умный город» в Русатом. Русатом – это стопроцентная дочка Русатома, разработчик платформы «Умный город». В этой платформе порядка 40 модулей. Это касается и ЖКХ, и избирательных технологий, и транспортных вопросов, и здравоохранения, и огромное количество связанных с проектов с инженерными сетями. И в том числе одно из направлений из этих 40 – это туризм, собственно, как я и руковожу этим процессом. Сегодня туристические сервисы реализованы в нескольких регионах. Это предполагает несколько видов информации. Во-первых, это объекты, и объекты инфраструктурного свойства, и достопримечательности, и природные объекты. Это календарь событий, маршруты, услуги. Но так или иначе, поскольку это все интегрировано в систему «Умного города», то это предполагает развитие самой инфраструктуры и так называемый «Elean Smart City», экономный город. То есть, когда интеграция этих решений на территории предполагает существенную оптимизацию затрат, в том числе и на оплату инженерных сервисов и прочих. Ну а в конечном итоге – повышение экономики региона, улучшение качества жизни граждан и привлечение туристов. Теперь я хотел бы пройтись немножко по кейсам, так, может быть, легче будет воспринять те преимущества, которые дает эта платформа. И в отличие от всех остальных модулей «Умного города», туризм имеет задачу целевого действия, а именно физического посещения территории. И для этого мы используем стратегию O2O – онлайн-то-офлайн, где используются гибридные маркетинговые техники, гибридные в смысле и цифровые, и оффлайновые. Система предполагает четыре шага, четыре таких составляющих. Можно назвать это циклом, а можно назвать это спиралью, потому что, повторяя этот цикл постоянно, мы делаем это на основе предыдущего опыта и каждый раз прорабатываем новые гипотезы. Все начинается с бигдаты, все начинается с замеров, информации о том, каким образом воспринимается территория в аспекте туризма, как туристы, как местные жители эту территорию воспринимают и транслируют на своих информационных ресурсах, где они эту информацию исчерпывают, какими проектами наиболее интересуются. Этот сбор, эти замеры, статистика, аналитика позволяют разрабатывать информационные ресурсы для территории, порталы, мобильные приложения, городскую навигацию, умные остановки. Помогают формировать редакционную политику, это связано и с контентом. Касается он и прикладного контента, то есть создания справочников по территории, и касается это художественного контента, то есть создания образов, эмоционально окрашенных образов, связанных с территорией, и продвижение, которое тоже состоит из двух частей. Первая часть – это стандартные методы цифрового маркетинга, работы в социальных сетях, повышение поисковой выдачи и так далее. А вторая часть связана с вовлечением в продвижение местных жителей, туристов, лидеров мнений, средств массовой информации. После этого опять возвращаемся к бигдате, смотрим, какие из наших активностей привели, принесли наибольший эффект. Этот успех масштабируем, вырабатываем новые гипотезы, и с этими новыми гипотезами отправляемся опять на цикл улучшение информационных ресурсов, уточнение по контенту и продвижение иными каналами, расширение каналов коммуникации с аудиторией. Эта стратегия, как я повторю, гибридная, она называется O2O. Суть ее в том, что первоначальная коммуникация с туристом осуществляется через его девайс, через цифровые каналы, там и охват выше, и стоимость контакта ниже. Через всевозможные мотивационные инструменты человек приглашается для посещения территории, и в тот момент, когда он до этой территории доехал, мы стимулируем его на цифровку своих впечатлений. Таким образом, он из цифры попал в офлайн, попал на территорию, и тут же оцифровал свои впечатления от посещения. Таким образом, помогая нам продвигать территорию через его друзей и друзей его друзей. Как работает Big Data? Кратко расскажу. В контуре Росатома существует аналитический центр. И сегодня есть важный факт, поскольку после пандемии довольно крепко изменились предпочтения пользовательского поведения. Довольно опасно стало использовать данные старше 2019 года для выработки гипотез и для использования их в разработке стратегии продвижения территорий. Поэтому мы создали аналитический центр и на базе него из-за различных источников формируем статистические, аналитические отчеты, находим инсайты, подсказки, что бы хотелось туристам, что бы хотелось местным жителям, и можем вставлять прогнозы. Источники этой информации делятся на две категории. Первая категория – это открытые данные, это мониторинг социальных сетей, поисковых запросов и закрытые данные. Это наши партнеры, сотовые операторы, платежные системы, перевозчики, которые фиксируют поведение приезжих на территории приоритетного региона и позволяют нам обогащать данные и находить инструменты для того, чтобы эффективнее продвигать территорию. По самим продуктам их всего четыре. Есть мобильные приложения, есть портал, есть городская навигация, это так называемые тач-панели. Четвертый продукт – это административная панель, некая серверная часть этого проекта, вся такая подводная часть айсберга, довольно сложное и емкое техническое решение, которое позволяет в дальнейшем без участия разработчика самому региону управлять контентом, который транслируется на вот эти три носителя в кармане пользователя в виде мобильного приложения, на его десктопе или ноутбуке в формате портала или на тач-панели, который работает либо как мини-тиц, мини-туристический информационный центр, либо как умная остановка, например, последний наш проект, самый свежий. Такие остановки сделаны в виде павильонов, даже они закрыты в Ханты-Мансийске, поскольку там погода такая позволяет таким пранелям работать эффективно, если они находятся в замкнутом контуре. Порядка десятка регионов эти решения уже в себя интегрировали. Вот самый свежий проект в Мурманске на ближайшей выставке Intermarket, которая вот на следующей неделе открывается, вернее, на этой неделе первого числа. Уже будет презентация Мурманска с точки зрения готового технического решения, реализованного на платформе «Умный город» Росат. По контенту. Здесь, я повторюсь, есть два раздела. Первый – это прикладной контент, то есть справочники о территориях. Объекты, события, маршруты, сервисы в виде списка, в виде интерактивной карты с кликабельными элементами, в виде слоев фильтрации, в виде всевозможных возможностей выбора этих объектов по принадлежности, видам туризма или типам размещения. Это такой сложный каталог, но который достаточно дружелюбен и интуитивно понятен пользователю. Его насыщением может заниматься сам регион, либо это может быть поручено нам, и мы насытим этой информацией саму платформу, сам портал или мобильное приложение, или тач-панель. Вторая история более затейливая, связанная с художественной литературой. Здесь проект состоит из нескольких этапов, и первый этап он направлен на местных жителей. Андрей показывал вначале письмо циркулярное, которое рассылалось по муниципалитетам. Я успел прочитать, что подписал это письмо руководитель внутренней политики региона. И вот, собственно, это и есть прямое отношение к этому департаменту, поскольку первым этапом по созданию таких литературных путеводителей является конкурс, в который приглашаются в первую очередь местные жители. Технология работы такая. Сначала мы согласуем список объектов, которые приоритетны для территории, где администрация территории хотелось бы, чтобы эти места посещало большее количество людей. Это такие, так называемые, недооцененные объекты. Это могут быть природные объекты, это могут быть инфраструктурные, музеи, какие угодно. Это могут быть крупные событийные мероприятия. Хотелось бы, чтобы о нем, об этом объекте, об этом событии узнало побольше людей. Поэтому вот список этих объектов, список этих недооцененных магнитов, это является основой работы. Дальше составляется творческо-техническое задание, где авторам, будущим авторам этих легенд, этих мифов, предлагается несколько тезисов. Первый тезис – это место действия в этих рассказах должно быть одно из представленного списка. Тезис звучит следующим образом. Такое могло произойти только здесь. То есть место действия играет ключевую роль в этом сюжете. Если мы переносим эту легенду в другое место, история разваливается, будет нелогичной. Место действия – это прям ключевая история. Второй пункт. Когда читатель, местный житель прочтет эту легенду, у него должно остаться позитивное чувство, чувство гордости, чувство радости от того, что он живет на этой территории. То есть суть – повышение ценности проживания на этой территории. И третий основной пункт – это если этот рассказ прочитал житель другого региона, он должен получить желание такое, быть замотивирован на посещение. Причем на посещение с каким-то целевым действием. То есть не просто приехать, а приехать для того, чтобы что-то сделать. Например, купить сувенир вот именно такой, потому что с ним связаны истории. Потрогать занос чугунного пса, потому что это такая примета. Непременно посетить такой-то храм, потому что там есть какие-то чудодейственные истории. И так далее. То есть там некое целевое действие, которое должно мотивировать к посещению. Эти проекты реализованы уже шесть раз. Реализованы они в нескольких форматах. Кроме литературного конкурса, который нацелен на привлечение и вовлечение, точнее говоря, местных жителей в этот проект. Есть электронная книга для бесплатного распространения, есть аудиокнига, есть бумага в некоторых регионах. Сочли необходимым такую сувенирку выпустить. И готовится несколько проектов по экранизации. Вот, например, буквально сразу после Интурмаркета в Суздале будет форум, называется «Неделя экономики впечатлений». И в рамках этого форума он длится со 2 по 11 апреля. Там будет кинокампус, он проходит под руководством школы, киношколы Александра Миты, режиссера. И результатом этого кинокампуса будет экранизация легенды сборника «Суздаль – это моя земля». Вот нечто подобное там в Югре было реализовано. Я чуть подробнее расскажу об этом. Партнерами этого проекта как являются литературные наши партнеры, так и маркетинговые, так и туристические. Здесь вот арсенал, вся наша бригада, вся армия наших информационных и технологических партнеров присутствует. И за прошлый год, за пандемийный проект собрал 5 наград. Причем 3 из них связаны с маркетинговыми территориями и 2 связаны с литературой, кроведением и вот такого свойства. То есть оценка уже художественного качества этого проекта. На примере Югры – это самый свежий проект, это шестой проект, который мы сделали в конце прошлого года. Я, собственно, готов рассказать о том, как это было сделано и о какой мы достигли эффект. В октябре месяце был согласован список объектов. С 7 по 30 ноября был объявлен конкурс. И скептики вертели у виска, говоря, что, ребята, это провал, потому что за три недели ничего стоящего никто не успеет написать. Поэтому вы готовьтесь к позору. Мы тоже, на самом деле, вибрировали, но деваться было некуда, потому что 90-летие Югры намечено на 10 декабря. И у нас не было иного времени, кроме этих трех недель, для того, чтобы пригласить авторов и жителей Югры в этот проект. По финалу мы получили 215 текстов на конкурс от 110 авторов. 46 из этих текстов пошло в шорт-лист, то есть полностью соответствовало творческо-техническому заданию. Сделано это было благодаря более чем 100 публикаций в СМИ, и 30% из них были федеральными СМИ. В довольно высокой активности самих пользователей, причем как частных лиц, которые вовлечены были в этот проект, так и определенных сообществ, литературных, краеведческих, музейных. Мы попали в рассылку Ре-Новостей. Это почти полмиллиона адресов. И таким образом получили охват 2 миллиона человек. Причем это очень ценная аудитория для нас, потому что продукта еще нет. То есть мы сообщили и получили реакцию на это сообщение позитивную при отсутствии хоть одной строчки, которую можно было бы прочитать в рамках этих самых легенд. 30 числа мы закончили, 30 ноября мы закончили набор прием заявок по этим текстам. До 7 декабря работала жюри, и из этих 46 работ из шорт-листа были выбраны 27 победителей. Это оказались 22 автора, то есть у некоторых из авторов победило несколько рассказов. Отрадно, что среди победителей оказалось 5 школьников и 2 студентов. При том, что среди соискателей были именитые литераторы с наградами, и краеведы, и журналисты, и работники музеев, то есть люди, которые, в общем, этот материал глубоко и знающие очень. Однако 30 процентов аудитории оказалось молодежью из победителей. 25 декабря, через 2 недели после того, как мы наградили лауреатов и победителей, отметили 90-летие Югры, вышел сборник в электронном виде. Он был еще довольно сыроват. Там не вся была четкая верстка, там были иллюстрации, не ко всем рассказам была сделана обложка, и картинки только к нескольким легендам. Но были уже готовы предисловия, в том числе от Иры Пудовой, это ведущая Первого канала, Травелл-блогер, друг наш большой, и она сама родом из Югры, работала когда-то на телекомпании Югра. Это произошло 25 числа, мы опубликовали для бесплатного распространения эту книгу в Ридер. А 31 числа в новогоднем поздравлении губернатор Наталья Владимировна Комарова, губернатор Хмао Югра, зачитала фрагмент из нашего сборника в своем поздравлении землякам. И это было для нас совершенно неожиданностью, и мы получили такой очень хороший, импульс и медийный, и для нас это прозвучало наградой отчасти. 25 января этого года мы закончили работу с иллюстрациями по всем рассказам, закончили работу редакторскую, закончили корректуру. Мы на самом деле торопились и сделали специально две редакции, поскольку хотели захватить новогодние каникулы, чтобы люди во время длинных выходных могли бы познакомиться с этим проектом, какие-то оставить свои мнения и отзывы. Что, собственно, удалось, и аудитория этого проекта удваивается каждый месяц. 25 января 2021 года уже в этом году мы опубликовали эту книгу на всех электронных носителей. Литрес, Озон, Амазон, Букмейт и еще два десятка магазинов электронных книг для бесплатного распространения. Вернее, это мы отдали для бесплатного распространения, некоторые из магазинов поставили какие-то деньги за его скачивание. Например, Литрес поставил 6 рублей. Но это такая, скорее, условная сумма. Книга, можно ее скачать бесплатно, и она предполагалась для бесплатного распространения. Мы на этом деле не зарабатываем. В феврале месяце вышла аудиоверсия и тоже была опубликована на самых популярных ресурсах аудио. Это Литрес слушай, это Редеро аудиоверсии, это Букмейт. И как экскурсия это была опубликована на Изи Тревел. Сегодня произошла отгрузка книги в бумаге, то есть уже готова печатная версия. И с апреля месяца начнется экранизация этого проекта. К концу года мы увидим первые фильмы в формате короткого метра для распространения их, ну, преимущественно, конечно, в социальных сетях в цифровой среде. И там основная коммуникация должна произойти тоже для бесплатного распространения. Мы предполагаем продвижение этого проекта не только в туристическом сообществе, это, безусловно, и книжные выставки, ярмарки, это и маркетинговые форумы, урбанистика. Все абсолютно созвучно, все эти темы, самой идеей этого путеводителя. В результате мы получили сейчас повышение в два раза индекса лояльности пользователей, то есть это отношение позитивных высказываний о территории к негативным. Мы уже сейчас имеем охват порядка 4 миллионов человек и прогноз до конца года не менее 10 миллионов человек. Мы совершенно точно создали эмоциональную вовлеченность местных жителей, поскольку даже на уровне, когда проходил литературный конкурс, коллеги писали сопроводительные тексты своим рассказом, и это, на мой взгляд, достоин отдельного издания, потому что это такое чистое золото. Люди объясняли свой порыв, почему они, собственно, в этот проект зашли и почему они любят свою землю. Мы ожидаем рост турпотока и повышения спроса на экскурсионку. Мы надеемся, что эти легенды станут основой для авторских маршрутов на этой территории и как следствие повышение институционной привлекательности и предпринимательской активности создания рабочих мест, налогов, поступлений. У нас грядет хорошая оказия. В 23-м году Смоленску исполняется 1160 лет и такой проект по Смоленской области мог бы быть реализован в преддверии этой замечательной даты. Я приблизительно прикинул, какие объекты могли бы быть местом действия будущих легенд. Здесь вот список из того, что мне показалось любопытным. Но вы, безусловно, лучше знаете свою землю и знаете лучшие недооцененные объекты, поэтому это скорее не догма, а информация к размышлению и основа для того, чтобы создать такой список. Желательно, чтобы он действительно был большим, чтобы здесь было хотя бы 40-50 позиций. Но с учетом того, что текущий год предполагает еще и празднование 60-летия полета Гагарина, вот два объекта в этот список попали. На мой взгляд, это было бы правильно. Можно медийку очень неплохую собрать, поскольку писать на эту тему будут все, и федералы, и регионалы. И если вы знаете, то 12-го числа будет проходить на ВДНХ мероприятие, организованное, кстати говоря, Роскосмосом. Туда можно зайти, и вы, как представитель территории, где родился, Юрий Алексеевич, наверное, могли бы сделать презентацию региона еще и в этом аспекте, и таким образом сообщить людям, что есть хороший повод посетить Смоленскую область. Проект, все эти этапы могут быть реализованы поэтапно, некоторые могут быть запараллелены, совершенно не обязательно все делать сразу, это по мере того, как будто вы сделаны приоритеты и реализован, и появится ресурс, его можно сделать будет вот в таком режиме. Здесь проект растянут на 15 месяцев, на чуть больше года. И обратите внимание, что вторая позиция, это исследование, это работа с бигдатой, мы рекомендуем ее непременно провести до начала работы, с тем, чтобы потом впоследствии осуществлять эти меры и понимать, тем ли путем мы идем, того ли эффекта достигаем, и что из наших активностей приносит наибольший эффект. Каждый из этих продуктов и конкурс литературный, и электронная книга аудио, книга бумага и видео, это предполагает отдельную коммуникационную работу, отдельную рекламную кампанию, и соответственно на разные аудитории. Если литературный конкурс преимущественно нацелен на привлечение и вовлечение местных жителей, то начиная с электронной книги эта коммуникация преимущественно мы рекомендуем проводить за пределами Смоленской области для того, чтобы привлекать именно туристов, люди, которые заработали деньги в другом регионе, привезли и потратили его в вашем. Соответственно и налоги, и рабочие места остались бы у вас. Такой проект безусловно отразится и на тех задачах, которые стоят перед департаментом внутренней политики и вовлечение местных жителей в продвижение территории. Это очень важный аспект. Как правило, туристы, когда исследуют информацию, смотрят на информационный фон, который существует по отношению к территории, видят в том числе отзывы местных и здорово, если местные гордятся своей территорией. Это делает дополнительные привлекательности этой территории. Мы совершенно точно наблюдаем по опыту шести сборников удвоение количества поисковых запросов. Это как минимум. Такое удвоение по Суздале прошло через четыре месяца после публикации самого сборника Суздале «Это моя земля». Там отзывы людей, они были схожи приблизительно, звучали следующим образом. Мы думали, что мы были в Суздале, теперь мы хотим приехать вновь для того, чтобы увидеть город глазами авторов. Сколько мы туда ехали с определенными ожиданиями и увидели православную традицию, но оказалось, что город богат и богат событийкой. Есть удивительные совершенно сувениры. Ничего подобного в свой первый приезд мы в городе не заметили, поэтому хотим приехать снова. Все это делает серьезные предпосылки для того, чтобы и местные жители получили от этого выигрыша и администрации и территории экономики. Готов отвечать на вопросы. Контакты мои здесь указаны. Если есть интерес к взаимодействию, вы командуете. Готов рассказать подробности про каждый из этих элементов или того, что заинтересовало в начале подругим модулем. Да, вопросы. Я на самом деле уже переслал участникам вашу со всеми контактами. Она в телеграмме, в чате телеграмма. Но вот коллеги, пишите пожалуйста вопросы. Мой тогда вопрос вам первый. Действительно с чего начать маленькому муниципалитету, который из цифры особо вообще не знаком. Все-таки как быть? Первые два шага. Буквально. Первый шаг это составить список объектов. То есть куда вы хотите, чтобы пришел турпоток. Или на каких объектах вы хотите, чтобы местные жители повлияли на репутацию этого объекта. Поэтому сначала это список объектов. Второй шаг это проведение этого самого литературного конкурса. Или если такой задачи нет, то мы готовы предоставить авторов, которые напишут легенды, где местом действия будут те самые объекты, которые вы выделили. Вот это собственно первые два шага. Спасибо. Вот сейчас вопрос у нас пришел. За чей счет издание книг? Мы действуем немножко как антииздательство. То есть суть издательства в том, чтобы создать контент и продавать его доступ к нему читателям, зрителям и так далее. Мы совершенно идем от обратного. Наша задача раздавать контент и как можно больше охватности потенциальных туристов. То есть если кто-то после того, как проект опубликован, начинает протирать контент, использовать свои рекламные кампании или выкладывать на своих ресурсах без нашего разрешения, мы таким людям говорим большое спасибо. Потому что ровно через этих пиратов у нас получаются дополнительные охват, дополнительный эффект для привлечения туристов на территорию. Поэтому вся экономика процесса построена на стартовом одноразовом платеже. Каждый из этих модулей, литературный конкурс, электронная книга, бумажная книга, аудио, книга экранизации имеет один раз сфиксированную цену и в дальнейшем все остальное происходит бесплатно и навсегда. То есть каждый следующий проект серии, он продвигает и предыдущие, и последующие. А что касается источников финансирования, то есть практика очень разнообразная. Есть практика выделения бюджетных средств, есть практика работы с грантами, когда территория заявляется, мы помогаем составить эту грантовую заявку. Есть проекты, которые делаются в складчину местными предпринимателями, как это было сделано в Красноярске, поэтому абсолютно любой формат может быть реализован, причем он может быть реализован даже не на старте. Например, когда стартовый проект, предположим, литературный конкурс, сделан за счет одного источника, предположим, за счет бюджета внутренней политики, а электронная книга уже сделана за счет например гранта, а экранизация сделана за счет предпринимателей, потому что в экранизации может быть использован product placement, когда внутри картинки внедренены определенные интеграции в сюжет. Именно так, и маркетинговые бюджеты могут быть использованы для продакции. А вот вопрос тоже следующий, какая цена фиксированная, пример, ну какой-то ориентир, да, по стоимости проекта, вот, можете, может быть, из тех кейсов, которые показывали, например, да, как пример, вот там ориентир. то есть, смотрите, да, есть, да, есть проекты, которые меряются сотнями тысяч рублей, есть модули, которые меряются миллионами, поэтому мы можем отталкиваться от приоритетных задач и идти в системе, вот по этим задачам, какой можно поднять минимальный бюджет, сколько это стоит по минимуму, или можем идти от обратного, то есть, у нас есть только вот такое количество денег, какой максимум из этого проекта можно иметь возможность сделать. По практике нашей работы мы делали проекты и за 400 тысяч, мы делали проекты и за 3 миллиона, вот в таком диапазоне. Ну, а вот у меня вопрос, как у человека, занимающегося профессиональной медиа, ну, в нулевых годах, телевидение в частности, какая стоимость СПТ у вас, ну, стоимость контакта с целевой группой? Это всегда меньше рубля, всегда меньше рубля, да, то есть, по некоторым модулям это порядка 30 копеек, по каким-то модулям порядка 80 копеек за стоимость контакта, но это всегда меньше. А стоимость привлечения считали непосредственно, ну, коллеги допрос в Книге, это просто человек увидел, негарантированно, что прочел, а стоимость привлечения, сколько стоит действительно привлечение туриста на данную территорию, ну, Ну, просто вот плюс-минус, да, какой-то ориентир. По опыту тех проектов, которые существуют больше одного года, стоимость привлечения от 2,5 до 3 тысяч рублей. 2,5-3 тысячи. Вот, по сути, да, от этих цифр можно отталкиваться по экономике. Ну, понятно, что стоимость контакта, может быть, потом сработает на вас. Это репутация, это бренд вашей территории. Ну, стоимость привлечения – это то, что непосредственно сколько туриста оставит у вас на территории. Нужно считать его средний чек и вот экономическую целесообразность, действительно, в данном случае. Коллеги, вот, да, еще один вопрос. Как вы посчитали приток туристов за счет издания книги? Существует два метода, которые мы использовали. Первый метод – это поисковые сервисы. Мы посмотрели, сколько раз территорию искали в поисковиках за предыдущий год. Сравнивали Суздаль, самый первый проект, он был еще до пандемии, поэтому, ну, релевантное было сравнение. Мы посмотрели 2018 год и посмотрели 2019 год. Проект в электронном виде вышел 25 апреля. Америли мы аудиторию перед днем города, перед последним воскресеньем августа. Мы увидели удвоение запросов, чтобы смотреть, где остановиться и что попробовать. Мы увидели, что день города Суздаль и день огурца улетели в сверхпопулярные, чего не было в 2018 году. И увидели количество людей, которые на этот праздник приехали по сравнению с прошлым годом. Мы также увидели запросы от мест размещения, например, Пушкарская слобода, которые, как и праздник День огурца, тоже были одним из сюжетов этих рассказов. Мы увидели от них запрос с просьбой использовать фрагмент рассказа, где упоминается Пушкарка, во своей рекламной коммуникации. Для них описание фермерских ресторанов, которые находятся на их территории, описание спа-комплекса и описание всяких гастрономических сувениров оказалось эффективным. И они хотели бы использовать эти тексты для своей рекламной коммуникации, и что им было, конечно, предоставлено безо всякой дополнительной оплаты. Хорошая очень схема, действительно, рабочая. Действительно, в данном случае нужно необходимо системно подходить к продвижению муниципалитета. Но то, что интеграция офлайн-онлайн прекрасна. Действительно, второй или третий раз слушаю ваш доклад, и удовольствие получаю от этого. Вот, коллеги, пожалуйста, если еще вопросы, пишите. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас что-то в Фейсбуке. Вот из чата я зачитал в Зуме три вопроса. И все, кстати, от Светлана. Честно говоря, история с Югрой меня, конечно, поразила эффект, который этот проект показал для местных жителей. Потому что предыдущие пять проектов, они были нацелены в большей степени на привлечение туристов. А здесь оказалось, что этот проект работает и на лояльности местных жителей. Любопытно. А пятый проект перед Югрой у нас был про Нарьянмар. И там задача стояла еще более интересная. Там нужно было создать достопримечательности с помощью этих легенд. И вот эта история была тоже достигнута. Мы, проведя исследование, обнаружили, что в Нарьянмаре некоторые из зданий, домов, жилых, обычных, ничем не выдающихся, стали называть именами местных жителей. И можно, это вошло прямо в фольклор, вошло в обиход, можно таксисту сказать «Титаник». И он привезет на улицу Ленина, на дом 23. Вот. И пришел запрос создания легенд, которые бы объяснили, почему эти дома так называются. И выпустив сборник этих легенд, и от довольно симпатичной реакции от местных жителей, в результате муниципалитет запросил, ну, вышел на грант Ростуризма, получил деньги. И сегодня приглашенные художники раскрашивают эти дома, делают граффити, делают стрит-арт по сюжетам. То есть получилось, что в Нарьянмаре появилось 30 новых достопримечательностей, которые сейчас выложены в маршрут на 2,5 часа. То есть тех объектов, которых не было, они появились, появилась готовая экскурсия по городу. Ну, в случае со Смоленской области в этом не требуется, потому что история богатейшая, еще со времен наполеоновских есть объекты, поэтому можно решать и такие задачи тоже. Тут, коллеги, это работает, пока это ново. Так называемый медиаклаттер есть, по пониманию в продвижении, то, когда уже очень многие используют эти средства, то это перестает работать. В данном случае то, что презентует Андрей, действительно инновационные вещи достаточные, и поэтому люди пока их замечают, обращают внимание. А все, что вот в наши современные веки самое ценное, это внимание. Внимание клиента, потому что время и внимание самое дорогое, что у нас есть. Вот, и фактически обыгрывая это все в сюжете, создавая вот этот продукт-плейсмент, интеграция в сюжет, вовлекая людей наиболее эффективно. Да, Андрей в данном случае управляет вниманием ваших потенциальных клиентов, туристов, либо, собственно, внутренних жителей. И все, что делает, привязывает человека к месту, к другому человеку, это общая история, эмоционально общая история. Вот об этом, собственно, и спича Андрея был. Вот. Спасибо. Пока, да, вопросов у нас нет. Вот просьба презентацию переслать, я перешлю. Да, вот в Фейсбуке вижу. Да, от Сергея Йодзе. Вот, я перешлю тогда, Сергей. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Андрей, за ваш интересный рассказ. Спасибо. Вот, материалы все есть. Счастливо. Всего доброго. Коллеги, да, завершаем. Завершаем наш сегодняшний, вот, ровно мы полтора часа уложились, да, мастер-класс. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, завтра мы тоже, кстати, проводим в три часа. Ну, собственно, в Телеграме, думаю, вам напомню еще об этом. Вот, ну, все про расписание, у вас есть расписание. Всего доброго. Завтра тоже у нас два мастер-класса. Все, коллеги, выключаюсь. Хорошего вам вечера, дня. Всего доброго. До свидания.